Здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Продолжаем играть на NF-марш, 22-ая ферма, и у нас уже июнь месяц, 4 часа утра, в летом рассвет довольно-таки рано, поэтому можно начать пораньше, правда, делать особо в этот день, походу, будет нечего, контрактов прям мало. Давайте посмотрим, что же было последние два дня. Начнем, друзья, с финансовой, так сказать, отчетности. Апрель, там, где мы закончили, было приобретено много новой техники, 643 тысячи, была продана некоторая техника, об этом я, в общем-то, сейчас тоже все расскажу. Были построены наши ангарчики, это все заняло 160 тысяч и продано здание 20, но это ладно. Покупка участка 277 тысяч, друзья, я обнаружил внезапно, что у нас был не куплен участок, это как-то не по фэншую, поэтому я его купил. Несмотря на то, что мы тут размещали все объекты, и мы тут живем, но, в общем-то, пользовались мы этим, по сути дела, немножко незаконно. Обслуживание техники на контрактах 72 тысячи, амортизация недвижимости резко у нас, видите, подросло с появлением ангаров, насколько я понимаю. Немножечко тюков было продано, это заволкованная солома с полей на уборку, расходы на топливо 11 тысяч, было несколько контрактов на уборку, поэтому много было потрачено на топливо. Доходы от продажи урожая, само собой, излишки с контрактов, доходы по контрактам миллион денег, другое 301 тысячи. Это самое другое, тут еще, конечно же, был минус по удобрениям, семенам, там, то, что извести на контракты требовалось. Дело в том, что прошел у нас стремец недавно, то есть вчера, на самом деле, и мы, друзья, пособирали вот эти вот коллекции со спрятанными предметами. Полностью все вот эти вот коробочки были найдены, в принципе, я пользовался небольшими читами, чтобы их найти, но особо проблем вот их найти не будет, время только потратите. Но, в целом, их найти можно самому. Также, друзья, были собраны все вот эти вот туфельки, а вот монетки собраны не до конца, вроде как даже карта с этими штуками была открыта, и все равно не все высвечивается. 5 штук осталось, я сомневаюсь, что их можно вообще будет найти каким-то образом, я вообще сомневаюсь, что их, в принципе, можно самому найти без читов. Хотя некоторые находили, наверное, но я бы этого никогда в жизни не сделал. Ну да ладно, в общем-то, это тоже принесло нам немножечко денежков. И, в общем-то, апрель на этом закончился. Далее у нас наступил май, опять-таки была приобретена новая техника, которую я вам покажу. Тут контрактов было совсем немного, одна уборка всего, и потом это же поле, то есть закультивировать, удобрить, там, посеять и так далее. И так, пару мелочушек, то есть прям вообще неинтересно. Даже расходов на топливо толком не было, хотя про топливо тут немножко отдельная история. Вот, и, соответственно, после того, как было нечего делать, наступил июнь. Поэтому добро пожаловать обратно на ферму, давайте посмотрим, что из техники нового у нас появилось. Во-первых, у нас появился вот такой вот здоровенный черный фент вместе с сажалкой. Этот вопрос у нас закрыт, сажалка теперь тоже есть, можем сеять вообще все, что угодно. Появились деньги, я это купил. Также купил, друзья, опрыскиватель для гербицидов. Взял я ему вот такой вот кейс, поставил узкие шины, правда они мне не очень нравятся. Вполне вероятно, будет свободная минута, я ему поставлю обратно обычные колеса. Что-то как-то вот, хотелось по фэншую, но выглядит он стрёмно. Также, друзья, был приобретен вот такой вот класс вместе с полольником. Думал повыполнять контракты на прополку, но платят за них копейки. Прям вообще невыгодные контракты. Прям если совсем ничего будет делать, то будем, конечно, их выполнять, но смысла в этом особо нет. Полольник долго полит, может быть еще его потом заменим, потому что я, так знаете, вот этот полольник я знаю. Я его уже встречал в 19 ферме, поэтому я его купил. А тут-то на самом деле есть еще и другие варианты. И вроде как они типа даже глубже, типа как мотыга или что-то такое, глубже пробираются в пучку и удаляют сорняки на второй стадии. Возможно, потом заменим. Но пока что пускай будет так. Я просто рассчитывал по соотношению мощности требуемой и размаха. Тут, видите, требуется на 10 лошадиных сил всего меньше, но размах 9 метров вместо 15. Но, возможно, приобретем именно эту штуку. Вот. И самое главное наше приобретение, это, друзья, новый модик, который я поставил. Это вот такой вот ман с вот такой вот большой цистерной. Там у нас дизель хранится, и эта штука может заправлять технику. Он уже трохи откатал. Ну, ладно, он откатал совсем мало, потому что, ну, перегнать на поле, поставить рядом с комбайном. Особо много не надо. Я, друзья, хотел самоходную штуку, но, честно говоря, вот это вот меню очень понравилось. Она застревает много где по автодрайву, потому что колесная база длинная. Так что, скорее всего, мы перейдем обратно на прицеп. Стоит эта хреновина довольно-таки дорого. Не вижу в ней смысла никакого. Поэтому потратим последние вот эти вот 5 кубов топлива, то, что там лежат. И, наверное, купим какой-нибудь маленький трактор. Может быть, даже электричку просто по приколу взять вот эту. И, опять-таки, вернемся к прицепчику, который у нас был. Его же тоже в оранжевом можно было красить, да? Да. Вот. Возьмем вот такую вот штуку, наверное. Она стоит совсем недорого. Прицеп на 3,5 куба или на сколько он там для топлива. И будем пользоваться вот таким запрасчиком. Мне вот это вот не понравилось. Но, ладно. По поводу модов, значит, что у нас по обновлениям с модами. Соответственно, вот эта вот штука. Это у нас называется Hot Cargo System. В описании есть ссылочка на страничку, где вот это вот все у нас. Где я все моды выкладывал. Там он, в общем-то, есть. В паке здесь идут вот такой вот ман. Как-то модульный типа, да? На него отдельно покупается кузов. Ман дорогущий 150 тысяч, но куча настроек. Я, в общем-то, его взял. Также есть вот такой вот тягач ман. Не знаю, есть ли в нем смысл какой-нибудь. То есть, ну, в общем-то, пока он есть, я его отключать не буду. И грузовик-рефрижератор для всякого замороженного дерьма. Прям уже с кузовом. Соответственно, также есть модули к нему. Различные на перевозку жидкостей. Топливозаправщик. Непродовольственные грузы. Транспортные смены. Короче, всякого разного. Есть даже штука для леса и поддонов с автоподбором. Я так понимаю, она даже и тюки сможет возить. В принципе, почему нет? Для кормов, в общем-то, разные. Есть также здесь прицеп тандемный. Его можно будет на ман подцепить, например, и ездить тандемом с двумя такими модулями. Или прицепить его к трактору. Я этой штукой вряд ли буду пользоваться, поэтому, скорее всего, снесем потом. Ну и, друзья, еще из модов я подключил точное земледелие. Я провел опросик на бусте среди спонсоров. Там вышло ровно 50 на 50 на сегодняшнюю, на данную секунду. Поэтому, заранее был еще один опросик на ютубе среди всех подписчиков. И тут небольшой перевес в сторону того, чтобы его подключить. Опять-таки, может быть, добавится геморрой. Может быть, нам не понравится. Может быть, мы его отключим. Но пока что мы поиграем именно с этим. Посмотрим, что к чему. Соответственно, раз у нас включено это самое точное земледелие, то, насколько я понимаю, на наших тракторах, которые сажалки и удобрялки, и вот это вот все, должна быть установлена новая фича. Давайте мы посмотрим сначала просто в магазине, как это работает. Берем любой трактор. Вот такая вот штука. Исария Про Компакт. Датчик Исария Про Компакт определяет настоящую потребность культуры в азоте. Когда вы едете по полюсу с этим датчиком, вы получаете более точное сведение о необходимом азоте, что позволяет более точно удобрять почву, но и получать больше урожая. В отличие от датчика Исария Про Актив, данный датчик работает только днем. Но мы, в принципе, тоже работаем только днем, поэтому ничего страшного. Надо, в общем-то, на всю технику, точнее на удобрялку. А, в принципе, только на удобрялку. Азот это же только удобрялка, правильно? Сейлки у нас без посева, без удобрений точнее. Тогда друг мой, который с удобрялкой, это у нас оранжевая вальтера. У нас еще и вот эта вот удобрялка как бы тоже. Но она у нас только на извести работает, поэтому неинтересна. Давай, друг, ездь тогда в магазин, будем тебе ставить вот эту вот штуку интересную. Также, друзья, когда мы приобретем свои поля, нам обязательно потребуется еще одна игрушка для замеры почвы. Для замеры, не знаю, как сказать. Вот это есть еще один датчик, можно ставить его, я так понимаю, вперед трактора и ночью им пользоваться, но зачем? А вот, в общем-то, вот такая вот штука нам понадобится. Скаут называется грунтонос, если быть точным. Позволяет брать образцы почвы и получать подробные сведения о поле для организации дальнейшей работы. В принципе, пока есть деньги, наверное, можно ее купить. Почему нет? И эта штука, как правило, идет в комплекте с другой тоже штукой из этого DLC или мода. Я не знаю, как правильно его назвать. Некоторые говорят, что это бесплатная DLC, но она скачивается как мод. Вроде как вот эта вот штука, Джун Дир, идет именно в комплекте с этой штукой. Эта штука идет со штукой. Да, я много чего называю штукой. Короче говоря, я предлагаю взять вот эту вот штуку, машинку вот эту вот, и на ней, соответственно, и рассекать. Поставим ей 33 номер, и ее мы тоже купим. Пускай будет. 43 тысячи еще потрачено. Где-нибудь придумаем парковочное место. Кстати, я хотел полонник загнать на место, где манн стоит, но оказалось, что он слишком высокий и не пролазит вот под эту вот балку верхнюю. Поэтому он стоит пока что здесь, у него парковочного места вообще нет. Я его сам туда поставил. А эту штуку можно отвезти на базу, и пускай она стоит там. Возможно, кстати, можно будет и к ней цеплять этот самый. Я же видел, оно же раньше так работало, нет? Вот это я лох. Почему я думал, что это так работает? Без понятия. Ладно, тогда план капкан. И к этой штуке мы обратно покупаем основной цвет. Нет, покупаем прицеп вот этот для топлива. Все равно понадобится под номером 34. Во. Так, прибыл к телерсервису, сейчас разберемся. Возможно, кстати, требуются какие-то лошадиные силы, да? Этому самому грунтоносу. Нет? Не было никаких рекомендаций. Никаких. У него только вес 260 килограмм. В принципе, утащите что угодно. Давайте возьмем малютку электричку. А какого цвета у нас вот этот вот... Нету цвета, да? Правильного какого-то. Он весь такой типа железный с голубеньким. Хотелось бы просто взять в цвет. Так, ты пока давай отъедь отсюда. О, мне кажется, это тоже плохая идея, да? Не, поворачивает более-менее нормально. Ездить ему тяжеловато, конечно. Но, в общем-то, летать он все равно не будет, поэтому пофигу. Давайте электричку возьмем. Че уж тут. Будем на электричке, значит. Цвет только ей выберем. Там был примерно вот такой голубенький. Нет, темнее. Там был стопудово. Наверное, ближе вот к такому. В общем-то, пускай будет вот такой. Черт, опять все деньги на технику тратим. Купить. 232 тысячи осталось. Всего кошмар. Что, попал в цвет? Ну, почти. Или попал даже. Нет, не попал, но почти. Пойдет. Вот, к этой пуске он вполне себе хорошо подходит. Будем на ней рассекать и брать образцы почвы. Ты пока, друг, давай шуруй на въезд. Этого товарища, наверное, имеет смысл на заправку отправить. И заправить топливом. Заправка Север Дизель. Давай, иди туда, заправляйся. В принципе, в повороты входит более-менее. И пойдет. Ман просто не выезжал из этого поворота даже. Поэтому от него надо избавляться. Мне такое не нравится. И вот этому товарищу надо поставить новую игрушку. На Вальтру. Может, тут и так настроек куча. У нас под номером 2 самый первый трактор, который мы купили. А вот эту вот штуку мы тоже покупаем. За 14950. Конфигурация изменена. И хорошо. Теперь он сможет точно определять дозировочку. У нас осталось 217000. И чем мы сегодня будем заниматься вообще. Контрактов, друзья, не сильно много. Много на тюковку. Трава созрела везде. Их я, наверное, повыполняю. А так, один контракт на известь. И один контракт на удобрение. И все. Как-то вот прям вообще грустно. Давайте их оба возьмем. И сразу обоих отправим его делать. 19-е поле нужно удобрить. Это то поле, которое я вчера убирал. Один раз оно уже удобрено. Поле довольно-таки большое. Времени на него тоже потрачено было не совсем мало. С учетом того, что приходилось по очереди запускать сначала уборку. Потом культивацию. Потом посев. Потом удобрение. За раз этого сделать было нельзя. И давай, друг, тогда работай. Благо там сеялись соевые бобы. И можно было отправить одновременно и сейлку, и сажалку. Потому что они обе умеют это дело сажать. Или сеять. Там правда забавно было, что одна текстурка была как после посева. Одна текстурка была как после посадки. То есть там ряды такие. Как картошку. Так, у нас кто-то приехал. Это был кто-то на заправку приехал. Нет? Нет, это не на заправку приехал. Кстати, вот почти приехал. Заправлялся он будет долго. Ман заправлялся прям вообще долго. Мне в комментариях писали, что я отключу этот мод, как только у меня НПЗ появится. Или, короче, топливая вот эта вот штука, которая топливо производит. Потому что мод на медленную заправку туда тоже распространяется. Я, в общем-то, в это верю, что мне надоест. Потому что, ну вот это, ну вот куда вот это годится, а? Ладно, мы сейчас никуда не торопимся, поэтому ладно. И вот эта наша игрушка тоже прибыла. Давайте ее просто припаркуем. Мы по автодрайву, по курсплею пользоваться ей не будем. Это все придется делать вручную. В принципе, ничего страшного. Покатаемся. Посмотрим. Станция, кстати, зарядки здесь тоже есть на карте. Если что, заряжать мы его тоже сможем. Интересно, будет ли он по автодрайву ездить заряжаться. Топливо в киловаттах показывается, да? Ну ладно. У нас, друзья, есть еще один контракт на известь. Давайте этого товарища тоже отправим посыпать все известью. Уровень PH применения извести. Но это же не азот. Я думаю, вот это дополнение ставить на него не надо. Известь мы будем посыпать контракт номер поле номер 35, да. Боже, набор слов просто сказал. Где же это поле-то? А вот оно. Прямо вот по центру и ни хрена не видно. Генерируем вот уже маршрутик. Не очень красиво он получился, но да ладно. Почему он решил так ездить? Пофигу. Чуть больше извести, правда, потратить. Но ничего страшного. Все, ты у нас тоже пошел работать. Они все это сделают и припаркуются обратно. Друзья, техникой мы обзавелись по полной. Участок базы у нас есть. В общем-то, мне пока ничего не приходит в голову, что еще из техники нам может понадобиться. Вот прям вот сейчас на данном этапе вроде как мы все можем на своих полях делать. Возможно, еще мульчер, конечно, не помешал бы. Но мульчер это 2,5% урожаю. Можем и обойтись на данном этапе. Вот эту вот штуку. Надо от нее избавиться, потому что деньги сейчас-то нужны. И там еще 5 кубов топлива. Можно ли из этой штуки как-нибудь это топливо выгрузить? У нас, по-моему, на ЖД продается топливо. И в порту дизельное топливо. ЖД порт, да. Я был прав, ЖД вокзал дороже. Хотя тут сущие копейки. Всего 5 кубов. Везем парковка. ХХХ у меня называется, да. Потому что я не знал, кто там будет стоять. Можно будет того чела туда привязать. Давай, друг, ездите тогда на ЖД вокзал. Надеюсь, что можно будет выгрузить отсюда топливо. Посмотрим, заедет ли сюда. Но, блин, с прицепом. И там довольно длинный прицеп. Наша вот эта вот машинка Джоник, которая топливом заправляется. Но я боюсь, что она торчать отсюда будет. Не влезет она в этот гараж. Ну ладно, ничего страшного. Так вот, друзья. Так как мы всем обзавелись, пора обзаводиться полями. Какой у нас, в общем-то, план на первое время? Нам надо купить сразу... Ввиду того, что у нас здесь... Мы долго ждем урожая. Надо, наверное, купить полей штук 7 на вскидку, да. Я предлагаю вот все вот это вот то, что у нас рядом, и выкупить. Взять 38, 37, 34, 35, 36, 39 поля. Они прямоугольные, как раз удобные. Можно взять 33 поле. Тут у нас травка растет. Можно какие-то запасы будет травы, силосы сделать все-таки. И оно потом понадобится. Может быть, кстати, и имеет смысл. Вот чисто, знаете, под траву его тоже потом купить. 45-е не знаю пока. 44, 43, 49. В общем-то, именно вот в этих краях вот эти вот поля и собрать. 11, 12 тоже вот. 11 не сильно большое. Под корнеплоды тоже неплохо будет. 38, то есть 11 небольшие поля. И давайте посмотрим, сколько они все стоят. Самые маленькие. 213 тысяч. В общем-то, если продадим мана, то сможем его купить прямо сейчас. 24. А, тут номер участка. Там номер поля. Это разные вещи. В общем-то, тоже 216 тысяч. Стоит, по-моему, это 11 поля. Большой вариант. Миллион. 500 тысяч. 400 тысяч. 300 тысяч. 229. В общем-то, примерно понятно. При заработке миллион денег в день. Если будет такой заработок, то за 3 дня мы их все купим. Ну, за 4. Посмотрим. У нас много контрактов на тюковку, поэтому все будет нормально. После того, как мы обзаведемся полями, уже начнем тогда строить какие-то производства. И начнем мы, наверное, друзья, с биогаза. Вот этот вот чел застрял, да? Застрял он везде, во всех поворотах застревает. Можно, конечно, здесь подправить ему маршрут немножко автодрайва именно сам курс. Но подправлять на каждом повороте мне вообще не хочется. Поэтому до свидания, ман. Больше ты нам не нужен. Ты самое слабое звено. Так вот, что я говорил про производство. Начнем, друзья, с биогаза. Возьмем северный вот этот вот биогаз. Он, по-моему, полтора миллиона за разу стоит, да? Полтора миллиона. И с помощью вот этого вот самого биогаза мы, во-первых, будем зарабатывать денежки. Если будем продавать то, что он производит, он будет производить нам дегистат, метан и электричество. Электричество вот нам самое и нужное здесь. Потом, наверное, будем ставить все, что нужно для расходников на полях. То есть удобрения, семена и все в этом духе. Хотя, с другой стороны, их можно закупать и не париться особо. Свои, конечно, приятнее. Но, в общем-то, тут будем смотреть. Лесопилка тоже нужна будет обязательно. В общем-то, ну, стандартно, наверное, все как везде. Поэтому посмотрим. Но сейчас наша задача. Посмотреть, можем ли мы продать это топливо. ЖД вокзал. Наверное, нам надо не ЖД вокзал, а топливо, да? ЖД вокзал продажи топлива. Он даже сюда не попал. Да серьезно? Где у нас здесь продажа топлива, если мы минута 40 отсюда ехать? Может быть, вот здесь? Нет? Я бы сказал, это больше всего похоже. А нет, это велосипеды. Мне издалека показалось, что это шланги. Ха. Тогда, скорее всего, вот здесь у нас продажа топлива. Да, можно выгрузить его отсюда. Тогда мы выгружаем. И продаем это самое топливо. Немножко неправильно сделано, что топливо здесь стоит дороже, чем заправка. Наверное, можно подловить какую-нибудь цену, показать колебания цен. Тысячу... А, 1014 самое высокое. Подловить вот это 1014 с каждого куба по 14 евро. Правда, миллион кубов это 14 тысяч заколебаешься возить. Ну ладно. Но смысл вы поняли. Так, ну и поехали тогда в магазин. Отсюда, наверное, быстрее будет самому доехать. И продать вот эту штуку. И у нас, в принципе, будут денежки тогда на первое поле. Обслуживание техники. Еще 2000. Ну вот как так-то, а? Да, на обслуживание мы тратим довольно много. Так, здравствуйте. Заберите, пожалуйста, вашу вот эту вот штуку. Она, кстати, сделана довольно-таки прикольно. Тут вот так вот открываются двери. И потом к ней подъезжаешь и заправляешься. И все классно. Но вот эта вот длиннющая колесная база, неповоротливая до жути, не пойдет. Поэтому мы это все дело продаем. Продаем мана за 132 тысячи. Да, 20 тысяч потеряли. И 2000 вот на этой штуке мы тоже потеряли. Итого у нас 355 тысяч на балансе. Но в целом сейчас у нас еще два контрактика будет выполнено. С которых мы получим 27 и 14 тысяч. Точнее 38 и 21 тысяч. Наша награда. То есть у нас будет 400 тысяч на балансе. И можно присмотреть себе поле за 400 тысяч. Например, вот эта 15-я вот мне нравится. А, 35-я точнее. 15-й участок, да. Надо посмотреть, что там к чему. Мы его как раз сейчас известью посыпаем. Тут у нас правда растет морковь. Первый день из семи. То есть мы долго будем ждать и морковь убирать нам нечем. Но с другой стороны можем его сразу же просто перепахать. И засеять чем-нибудь более полезным. Что нам может пригодиться. Он закончит через 4 минуты и хорошо. Как вообще дела у этого поля? Нуждается во вспашке. То есть урожай будет прям не то, что вы полный наверное, да. Здесь разумеется данных никаких нету. Но у нас есть классная приблуда. Можно будет спокойно анализы получить. Плюс поле находится близко к базе. Что тоже хорошо. Еще есть такая штука. Эко счет. Я точно не понял как это работает. Но вроде как если у вас типа прям хорошо все. Идет ближе в зеленый. То есть 50 это типа среднее. 0 можно считать. Если будет плюс больше 50. Там будут какие-то процентики при продаже. Силоса еще чего-то. И капать. Борьба за экологию и все дела. А этот всего лишь полбака заправил. Да прям медленно-медленно. Вот здесь вот мы работаем на чужом поле. И на карте просто слой удобрения. Вот такой типичный синего цвета. Применение минерального удобрения. Оно не показывает даже сколько. Где чего, сколько уходит. И насколько хорошо. Но опять таки анализ мы не проводили. Поэтому ничего не знаем про это поле. Оно не наше. Поэтому как бы ей пофигу. Церняков как-то толком на карте не наблюдается. Но это в принципе и к лучшему. Боже чувак, а что вас так колбасит-то? Давай друг, последнюю проходочку делай. И сваливай отсюда. Мы заберем наши денежки. И купим это самое поле. Кстати может быть еще сейчас и дополнительную скидочку получим. А за выполненный контракт. А нет, она уже максимальная. Дополнительной скидочки никакой нету. Можно было бы конечно его прервать. Но уже ладно. Забираем наши деньги. 21 тысяча. И этого уж не хватает на покупку поля. Правильно? 374. Значит ждем еще удобрялку. Удобрялки еще минут 10. Поэтому пока что просто курим. А челик поехал до мойки. Сам. В теории мы же можем брать пробы из чужих полей. Поэтому погнали возьмем. Наверное не будем ждать. Пока у нас удобрялка закончится. Че ждать-то? Правильно? Уже решили точно какое поле возьмем. Он прям расход мощности показывает. Ничего себе. Прикольно. Где тут заезд на поле? Где-то короче он есть. Так. Как этой штукой пользоваться? Расскажите мне пожалуйста. Нет доступа к этому участку. Понятно. Пока это не наш участок. Мы не можем брать образцы почвы. Значит стой здесь. Никуда не уходи. А мы скоро вернемся. Когда у нас будут денежки. Кстати еще вот эта штука. Умеет возить сыпучие грузы. Практически все. И 460 литров. Прям совсем немного. Если надо будет что-то перевести прям немного. То можно будет ее использовать. Почему нет? Контракт у нас на 77% выполнен. Вот эта штука заправлена на 81%. Интересно что же закончится быстрее? Почему здесь перепутаны шланги от колонок? То есть бензин, дизель. Супер-дупер. Тоже крест-накрест. В чем прикол? Это прикол? Это типа баг или фича? Вот здесь типа все норм. Здесь тоже перепутано. Контракт похоже успеет быстрее сделаться. Потому что они выровнялись оба по 90%. Да, контракт выполнится явно быстрее. Ну ладно, ничего страшного. Последние 50 литров заправляем в эту штуку. Ты у нас поедешь, попробуешь встать. Мы тебе пока парковку назначать не будем. Но попробуешь встать вот на эту вот XXX. По-моему 3750 тут емкость. Да. Давай едь туда посмотрим сможешь ли ты. Ну вроде как она нормально адекватно поворачивает. Быстро не летает. Так что все нормально. Здесь же мы принимаем контракт на удобрение. И у нас одна тюковка. Одно тюкование. В принципе-то можно будет их поделать. Почему нет? Опять-таки на группы разделить. Сначала весилась, потом все сено. Но сперва, друзья, мы разберемся. Ох, тяжеловатенько тебе эту бочку тащить, да? Ну ничего, не надорвешься. Сейчас мы друзья. Сейчас мы друзья. Что мы сейчас? Мы покупаем себе поле. Правильно. Поле, 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 поле номер 35. Вот это. Участок номер 15. Примерно 60% суписи и суглинок 39%. Потенциально хорошее поле. Стоит оно 384 тысячи. У нас есть 411. Как раз хватит чуть-чуть что на всякие там семена и всякое вот это вот. Ручье. Купить? Да. Покупаем. 20% кстати скидончик был. А давайте посмотрим сколько стоит вот это поле. Мне интересно. 5 миллионов оно стоит. Мы его по-любому купим. Это без него никак. Но раз у нас снова участок. Погнали друзья тогда делать анализы. Разворачиваем вот эту штуку. Да. Этот самый. 90 поле. Я заколебаю. 90. 78 поле. Вот это большое. Я заколебаюсь. Анализ делать. Бздынь. Вроде как можно через меню. Но это дорого. А тут покатаемся. Почему бы и нет. Давай. Бздынь. Берем еще анализ. За каждую такую штуку надо будет заплатить еще 50 вражеских. Но ничего страшного. Но вообще для больших полей вроде как есть модовые вот эти вот грунтоносы. Или как они там правильно называются. С большим радиусом. Да и в принципе этот подправить можно. Если уж на то пошло. Да друг. Совсем ты медленно с этим прицепчиком ездишь. Но ладно. Ничего страшного. Ездит и ездит. Я боюсь представить сколько нам придется брать вот этих образцов почвы. Чтобы перекрыть все поле. А сделать хочется прям знаете ли идеально. Ни одного пикселя не пропустить. Не ребят я явно подумаю об увеличении радиуса. Потому что это у нас еще не самое большое поле. Ладно на карте с маленькими полями. Это прокатит. А у нас здесь нет. Я заколебаюсь вот так вот постоянно кататься. Так что радиус этой штуки мы стопудово увеличим. То ли модом каким нибудь. То ли просто даже в файлах игры можно это легко сделать. О чел прибыл на парковка xxx. И так этот понятно прибыл этого мы знаем. Слушайте а он даже и не торчит почти здесь. А если мы эту точку еще немножко назад передвинем. Как нибудь. То он и вовсе же торчать не будет. Правильно? Давай съезде развернись. И припаркуйся еще раз. Мне прям интересно стало. А мы продолжаем заниматься херней на поле. Знаете друзья. Лох это судьба. Мне кажется. У меня осталось пара точек. Именно прям точек. С невзятой пробы. И я не знаю насколько плохо то что вот они есть. Я наверное хочу чтобы у меня все было идеально. Поэтому я их возьму. А так на поле ушло 32 пробы. Я честно говоря думал ну типа 10-15 это будет прям норм. Но нет 32 и это много. И это не самое большое поле. Но вроде как все. Последний был взят. Черт я перепутал кнопку и взял еще один образец. Ну ладно. Итогово получилось 40 да? 39. Ах вот что у меня не работает складывание. Резент Drive Distance Counter. А ну-ка погнали в настроечки. И починим мне складывание оборудования на геймпаде. Вот эту вот кнопочку мы берем и удаляем нахрен. И сохраняем управление. И теперь все работает. Аллилуйя. Я думал что у меня что-то сломалось. Так как теперь отправить вот это вот все дерьмо в лабораторию. А Y это слать вижу. Образцы высланы. В общем-то теперь ждем. Поехали придумаем этому товарищу парковку, парковочное место. Точнее мы даже его не будем делать. Просто его куда-нибудь поставим. Товарищ бензовоз кстати очень хорошо там стал. Прям мне нравится. Этого товарища мы тогда тоже сюда вот так поставим. Будем его хоронить здесь. В случае чего кстати можно будет здесь еще и эту станцию. Станцию электрозарядки поставить. Потом и заряжать его здесь. Тоже было бы классно. Вот давай тогда ты. Блин. По-хорошему бы. О смотрите как исчезает. Да. Когда типа не наводишься. Чтобы текстуры не грузить. А давайте мы попробуем еще дальше поставить. Не очень конечно. Вот это вот все удобно делается. Но как есть. Еще дальше. И в любом случае мы назначаем вот этой штуке парковку. Но все равно съезди попробуй еще раз. Тем временем. Тем временем. Тем временем. Что у нас по нашей почве. И пока что ничего. Лаборатория анализирует. Да. Тут же еще и будет весь анализ. Что мы потратили на образцы. На известь. На удобрения. И так далее. И сколько в итоге выйдет урожая. И итоговые расходы. И итоговая прибыль. Можно будет потом даже это посмотреть. В любом случае у нас там морковка растет. Которая нам не нужна. Поэтому надо ее перепахать. И посеять там что-нибудь другое. И этим что-нибудь другим. Конечно же. Будет пшеничка. Только единственное. Мы сейчас узнаем. Надо ли там удобрять это все дело. Что-то как-то очень долго идет анализ. Можно немножечко время ускорить. Раз в 10. Например. Я только не знаю. Придет ли нам уведомление. О том что образцы готовы. Бздынь. Уведомление прошло. Да. Пришло. На время возвращаем на 0.5. Кстати можно вообще время остановить. В случае чего. Поэтому мы все будем успевать делать день в день. Когда надо. Вот такая вот история. Так вот. Что у нас тут. Азот это удобрение. Вообще все очень плохо. Я вот только не помню. Если мы. Сможем ли мы просто одним слоем удобрения. Взять. И сразу все закрыть. Х это известь. Надо будет вносить каждые 3 урожая. И как-то за этим слить. Можно хоть каждый урожай это вносить так-то. Но ладно. И так. Товарищ культиватор. Знаешь что ты будешь делать? Правильно. Ты пойдешь культивировать. Культивировать. Ты пойдешь в поле номер 35. Это уже наш поле. Кстати. Первое наше поле. Генерируем тебе маршрут. Единственное изменение. Нам надо сделать острые углы. А где у нас острые углы? Вот у нас острые углы. Генерируем. У тебя две поворотных полосы. Ну и потом да. Шуруй на парковку. Хотя там вспашка ж требовалась. Да? Черт. Это чизелями по хорошему пройти. Значит следующий урожай. Чизелями пройдем. Первый вырастим. Хоть так. Погнал друг. Работай. А сейлку можно в принципе тоже сразу же отправлять. Там у нас 2 по 16. Это 32 метра. А это у нас 12 метров. В принципе если мы ей сделаем тоже две поворотных полосы. То они не будут друг другу мешать. И тоже острые углы. Тоже сгенерировать. Так. Длинная сторона. Ну-ка давай-ка по нормальному. Во. То что доктор прописал. У нас там чел приехал. На парковку сейчас мы пойдем посмотрим. Ты у нас тоже на поле 35 едешь. И сеять ты будешь конечно же пшеничку. Пшеничка. Так. Вроде бы тоже все готово. Давай едь. Закупайся удобрениями. И так. Сты у нас припарковался. Идеально. Пойдет. Вообще мне нравится. Меня полностью устраивает. Пшеница у нас будет еще расти дней 7. Да? Ну ладно. Ничего страшного. В общем-то этим ребятам мы дороги. Работу дорогу дали. Давайте мы еще знаете что сделаем. Подберем себе пяток контрактов. Начнем друзья с того что у нас идет в солому. Из вкусного 75 поле в солому. 60 поле в солому. Сорок восьмое в солому. Сорок пятое. Прям жир-жир. Сорок первое тоже в солому. Сороковое не знаю буду ли я делать. Короче есть тут чем заняться. Завтра мне будет весело на работе. Опять гребаные тюки. 2387 тюков на сегодняшний день. Так друг. А то что ты накультивировал. Ты у нас уровень PH меняешь? Нет. Не меняет. Везде у нас идеально. Ну где-то идеально. Где-то хорошо. Потому что удобрялось оно без дозатора нужного. Ну хорошо. Так семенами у нас затворился челик. Он тоже молодец. Погнали брать контракты тогда. Начинаем поле 9-10. Поле 18 мы вообще трогать не будем. Поле 20. А что за оно такое маленькое. 30-31 тоже не будем делать. А поле 20 это вот здесь вот маленькое. Тоже не очень. Хотя давайте сделаем. Так уж и быть. Или же или же начинать с жирных. Чтобы если прям надоест. Можно было в любой момент бросить. Наверное так и сделаем. Где там наша косилка? Давно не косила. Иди коси. Да 9 поле прям совсем-совсем кривое. И маршруты здесь тоже совсем-совсем кривые всегда. И иногда даже не генерируется. Ух ты. А. Ну да. У нас тут сбрасывается вот эта штука постоянно. Давай дубль 2. Во. Похоже на правду. Все равно кривоватенько. Но пофигу вообще. Это ж косилка. Поле номер 9. С начальной точки погнал. Единственное припарковать по завершению. Вы поставим нет. Потому что тебе друг косить и косить. А тем временем. Вот этот товарищ тоже приехал. Я надеюсь что я ему работу то поставил. Ладно. Это мы сейчас увидим. В любом случае. Чтобы он начал сеять уже на культивированном. А не вот отсюда например. А он начал отсюда. Такс. Отбой. Или давайте ему фору дадим. Культиватору. Культиватору забыл парковку снять. Но ничего страшного. Просто посмотрите сколько он будет тут. 27 минут. Нормально. Развороты вот эти вот не очень быстрые конечно. Но нам надо чтобы каждый миллиметр поля был нормально засеян. Закультивирован. И не было всякой фигни. Все таки наше поле уже. Там внутри сидит чел. А этот чел это я. А почему он сидит. Непонятно. Это типа мой персонаж. Магия. Косилка прибыла на поле. Тоже молодец. Вообще я боюсь представить сколько дерьма сейчас поглощает в себя воздушные и салонные фильтры в этом тракторе. Ну ладно. Тут ничего страшного. Такой механики нету в игре. Он еще все топливо считает. Которое у нас кстати тратится здесь. И обслуживание машин какое-то считает. Ну все считает. Ну в общем то ладно. Можно будет конечно же посмотреть это все дело. Ну что ты там. Давай разворачивайся быстрее. Опс. Пошел. Значит мы ему на аэрофору дадим еще на один разворот. И запустим следом сейлку. А то у искусственного интеллекта не всегда мозгов хватает правильно разъехаться. По хорошему можно было бы наверное сейчас прямо вот знаете удобрить это поле. Но если мне не изменяет память. То тут под каждую культуру идет свой нужный уровень азота. Если бы мы внесли азота столько сколько надо морковки. Это не значит что пшеница это подошло бы. И так вдруг погнал. Сменная частота сева. 300 семян на метр квадратный. Она видимо будет меняться в зависимости от почвы. Работать зараза будешь долго. 47 минут. Но ничего страшного. И мы никуда не торопимся. Так что друзья в общем-то поздравляю с первым полем. Будет у нас здесь теперь расти пшеничка. Кстати вот здесь азот просто показывается. Что он есть типа 30 килограмм. А на свежепосеянном. Что это типа прям плохо. Можно вывести в потенциал 125 процентов. А на данный момент 85 процентов. Ну да. Надо будет просто потом еще удобрениями это все дело пройтись. Это не проблема. Вот друзья. На эту серию мы на этом закончим. За кадром повыполняю короче контрактики вот эти вот на тюковане. Их тут дохренища. Выполню все самое интересное. Если вдруг что-то будет появляться интересное еще. Типа удобрений, посевов, культивации, уборок. То будем его выполнять. Но видимо не будет этого всего появляться. Такая вот грустная история. Соответственно будут какие-то деньги. Будут куплены еще поля. И в следующий раз мы уже тогда посмотрим что к чему. Посмотрим что может быть еще с модами. Какие-то обновления будут. Начинаем друзья работу на своих уже полях. Преимущественно. Хотя опять-таки сейчас мы его удобрим. И на 7 дней можно будет забыть про эту пшеницу. Да. Один из семи. 7 дней. Июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Январь. В январе. Только в январе будем все это дело собирать. Не скоро. Но что поделать. В общем-то кто не хочет ждать следующую серию на бусте. Она уже скорее всего есть. Тем кто поддерживает на бусте ребятушки. Огромнейшее вам спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok